Рабовладение Напоминаю, в прошлой публикации я рассказал, что выражение «раб Божий» – «православие» далеко не фигура речи. А христианство вообще и православие, в частности, единственная религия на нашей планете, не просто оправдывающая рабовладение, а его прославляющая. В этой публикации я хочу остановиться на том, почему эта маленькая деталь в этой глубоко гуманной и очень мудрой религии по сей день получается совершенно незнакома русским людям. На Цзэн, увы, первый ролик, не получил должного обсуждения, но на 9.1.1.1 у меня уже три статьи об этом, и они вскрыли много интересного. Ссылка на самую популярную статью, вызвавшую ожесточенную полемику, будет под роликом. Эта полемика показала, что данная информация не просто неожиданна для обычных людей, она их буквально шокировала. Да оно и понятно, человечество давно осудило, а по сути прокляло рабство и рабовладение. В культуре есть масса книг, фильмов и других произведений, осуждающих рабство, и раскрывающих весь его ужас и всю его мерзость. А одним из самых популярных исторических героев во всем мире давно стал Спартак, поднявший в древнее время самое грандиозное восстание рабов. И тут такое. Оказывается, так называемое Святое Писание, Библия, учит, что рабство и рабовладение – это очень хорошо. И это очень правильно, поскольку все мы, в конечном итоге, рабы-бужьи. И долг каждого из нас быть хорошим, покорным, послушным, прилежным рабом. Есть от чего прийти в шок. Вот, кстати, одно из характерных изображений, хорошо показывающих, что человечество уже поняло, что еврейский Бог не прав. И что рабство и рабовладение – это не хорошо и правильно, а это чудовищно. И думаю, что всю чудовищность, всю мерзость, всю подлость и всю гнусность этого так называемого Святое Писание жителям нашей страны еще только предстоит постигнуть. Один из главных тайных популяризаторов новосферного мировоззрения в толковании Роберта Бартиня, напоминаю, оно конспирологическое, Иван Дефремов в своем романе «Час быка» подчеркнул. К несчастью, главная религиозная книга, наиболее техничной и могущественной из прошлых цивилизаций, белой, была Библия, наполненная злом, предательством, племенной враждой и бесконечными убийствами. И, конечно, нужен ответ на вопрос. Как могло получиться, что русский народ за тысячу лет господства православия в нашей стране так и не узнал эту маленькую деталь? Ответ, между тем, предельно прост. Почти всю тысячу лет господства православия в нашей стране Библия была запрещена. В это трудно поверить, но это так. Только в начале XIX века в России возникло так называемое российское библейское общество, которое начало переводить Библию на русский язык. Но в 1826 году, по требованию высшего православного духовенства, это общество было запрещено. И запрет сохранился до 1858 года. Полностью же Библия была переведена на русский язык. Только в 1876 году. Кстати, думаю, символично, что после этого Российская империя просуществовала недолго. И причина ясна. Русский народ очень гордый народ. И он никогда не согласился добровольно стать рабами. Здесь показательный эпизод из фильма Василий Буслая. Составший крылатой фразой «Мой Бог рабом меня не клещет». Думаю, это самая лучшая иллюстрация всего лицемерия православного духовенства. Одной веры мы с тобой. Одного Бога рабы. Коли раба назовешь рабом, он или засмеется, или заплачет. Коли свободного русича назовешь рабом, он будет сражаться. Не понял тебя, Витязь. Страны у нас разные, но небо над нами одно, и Бог наш един. Мой Бог рабом меня не кличет. По сути, эта маленькая деталь замолчивалась всю тысячу лет православной истории нашей страны. И более того, она продолжает замолчиваться и сейчас. Хотя, конечно, в наше время что проще? Нужно просто открыть это самое святое описание и его почитать. Но опыт полемики на 9.1.1.1 показал, что минимум 90% православных людей по сей день так и не удосужились это сделать. К этому нужно добавить, что в православии есть и масса других мерзостей. Вот навскидку. Концепция Бога-палача, карающего за прегрешение на земле чудовищными адскими пытками. Напоминаю, человечество тоже уже поняло, насколько здесь неправ еврейский Бог. И пытки запрещены всеми законодательствами мира. Объявление женщины изначально порочным греховным существом второго сорта, матерью всего зла в мире, у которого, видимо, вообще нет души. Хотя нужно признать, вопрос, женщина это человек или вещь, сотворенная в помощь мужчине из ребра Адама, окончательно иерархами всех христианских церквей еще не решен. Но если здесь это что-то и меняет, то ненамного. Силу этого женщина должна быть тройной равной. Еврейского Бога, власти, поскольку любая власть от Бога и собственного мужа. К счастью, то, что здесь еврейский Бог тоже неправ, человечество тоже уже поняло. И равноправие женщины и мужчины закреплено законом тоже уже, почти во всем мире. Объявление о зачатии от порочных. Сегодня, опять же, только единицы знают, что в том же древнегреческом языке было более 700 слов, раскрывающих различные тонкости интимных отношений женщины и мужчины. В русском же языке, благодаря православию, не осталось ни одного такого слова. Вернее, ни одного санзурного слова. Этот список великих мудростей, а точнее, великих гнусностей, можно продолжать долго. Надеюсь, у нас еще продолжится разговор об этом. Если понравилась публикация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои публикации, поддерживайте канал Донаты. Ссылка, по которой каналу можно оказать помощь, будет под роликом. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok